Поднимать настроение и дарить людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, веру в лучшее. Именно с такой целью был создан социальный проект «Артель». Его участники-дети щедро делятся своим ярким талантом с теми, кто в этом нуждается. В том, что положительные эмоции – это лучшее лекарство, убедился и наш корреспондент. В Центре социальной помощи населению «Родник» сегодня праздник – вкусный стол, улыбки и, конечно, выступления любимых артистов. Эти ребята не просто юные вокалисты. Все они участники социального проекта «Краевая молодежная филармония «Артель». Вот уже более 10 лет проект реализуется, основываясь на принципе Международной конвенции МИНИСФ по правам ребенка. Миссия проекта – выполнять функцию своеобразной скорой психологической помощи. Творческие бригады выезжают к своим сверстникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Детям с ограниченными возможностями здоровья выступают на призывных пунктах перед военнослужащими. Аудитория, которая вызывает у ребят чувство повышенной ответственности – это ветераны войны и труда. Они особенно рады, когда мы поем песни их молодости. Например, «Прекрасный далек», «Есть только миг», «Все, что в жизни есть у меня». Ну, песни, которые они слушали в своей молодости. Позитивный настрой ребят и эмоциональность программ, с которыми ребята выезжают на концерты, вызывают ответную положительную реакцию у слушателей. Выступления на призывных пунктах перед будущими бойцами российской армии служат для них моральной поддержкой. Несколько лет участники проекта тесно общаются и с детьми с ограниченными возможностями здоровья, доказывая, что болезнь можно и нужно побеждать участием и неравнодушием. Мы играем с ними в различные настольные игры, соревнуемся в каких-то творческих областях, спортивных соревнованиях. Они там очень часто одерживают как раз-таки победы, что доказывает нам о том, что нет разделения на здоровых детей и нездоровых. Такие встречи давно переросли в своеобразное шефство. Юные артисты делают все, чтобы детские лица чаще освещались улыбками, чтобы ощущение праздника приходило в семьи, столкнувшейся с детскими недугами. Ребята и их наставники очень серьезно относятся к своему участию в социальном проекте. Постоянно обновляют и расширяют репертуар. Вместе с тем растет и список подшефных учреждений. Я думаю, участие в проекте «Артель» дает возможность детям реализоваться в творческом плане. В этом году проект «Артель» завершится большим финальным концертом, на котором выступят лучшие творческие коллективы региона. Впервые на сцену выйдут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже станет примером интеграции в среду здоровых сверстников, их полноценное и равноправное участие в жизни общества. Позитив, который мы видим на концертах при общении с этими детьми, он дает очень большой эффект, потому что зачастую это единственный способ реабилитации, который сегодня ребенку может предложить общество. Соответственно, мы будем стремиться сделать этот реабилитационный круг как можно шире для детей, которые попадают в поле нашего зрения. О том, что подобные проекты нужны нашему обществу, свидетельствуют многочисленные награды и благодарственные письма, направленные в адрес руководителей Краевой молодежной филармонии «Артель», а значит, проекту «Жить и развиваться дальше». Краевой молодежи